В этом выпуске программы ProLife я расскажу вам об уникальной девушке. Как говорится в одном фильме, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе, играющая на электроскрипке. Знакомьтесь, Ольга Спасенова. Дорогой зритель, как ты знаешь, в моей программе, в программе ProLife я рассказываю о талантливых, красивых, успешных и известных людях. И вот, пожалуйста, сегодня для меня уникальный случай, потому что уникальный человек, уникальная артистка. Можно тебя назвать, Оля? Ну, конечно, можно. Ольга Спасенова, давайте будем знакомиться. Я даже не знаю, с чего начать, потому что у тебя такой послужной список. Ты и кандидат в мастера спорта по чем? По стендовой стрельбе. Я участвую в соревнованиях, выполняю нормативы. Как давно? Три года, можно сказать, я занимаюсь. Это сначала было хобби? Я пришла на стенд, мне дали ружье в руки, я попробовала, мне очень понравилось, у меня начало получаться. И спустя полгода я выполнила кандидата в мастера спорта. И все еще впереди. Мастером станем. Смотрите, как интересно получается. Такая хрупкая, нежная девушка, которая играет на скрипке, занимается стрельбой. Как знакомые стрелки сказали Брянского клуба, нашего стрелкового, что у меня всю жизнь руки в подвешенном состоянии, с самого детства стойка, а ружье практически то же самое. И мне это близко, мне очень нравится. Всем советую попробовать, это очень интересно. Оль, ты для меня действительно уникальна, я не льщу, потому что для меня люди, которые умеют играть на любом инструменте, особенно на скрипке, для меня это что-то, это невероятные люди. У тебя музыкальное образование, правильно? Да. У меня с самого детства, в принципе, вариантов не было, не стать музыкантом, потому что моя мама теоретик. Она преподаватель сольфеджио, муз литературы. И когда меня маленькую привели за ручку в музыкальную школу, отвели в класс, и мой преподаватель начала играть. Медленная композиция, быстрая, виртуозная. И мне спрашивают, тебе нравится? Ну, я стою, глазками хлопаю, ну, нравится. Все, покупаем скрипку, отдаем заниматься. Ты много лет уже играешь по разным городам и на больших, так скажем, площадках, да? Да. Сколько приблизительно твоя карьера? К 10 годам уже. Подходит, как я активно гастролирую, играю, выступаю. Давно это было. Вспоминаю твое выступление, я не могу в программе не сказать об этом. Это выступление на одной сцене с известным Крисом Паркером. Да, это 2012 год, это Москва, Лужники. И когда я выступала, просто не передать, какие ощущения, когда я вышла на аванс-сцену, и когда смотришь вдаль, сколько людей, и это тысячи людей, это такой адреналин, это такой адреналин, такое чувство просто... Кайф. Вот именно кайф. И когда меня спрашивают иногда, ты вот не боишься выступать, вот там 300 человек, там 500? После той площадки, все, это уже чувство страха нет абсолютно, сцены, и наоборот я от этого получаю большое удовольствие. И получаю удовольствие от того, что людям нравится. Когда видишь в глазах отдачу, когда вот музыка моя доходит до глубины души, я понимаю, что я занимаюсь не зря. И восторг. Оль, и опять же такой вопрос, есть ли у тебя, как называется твой жанр или направление, потому что это же необычная скрипачка, правильное слово? Эстрадная скрипачка, я абсолютно придерживаюсь разных направлений, точнее, не придерживаюсь какого-то четкого направления. У меня в репертуаре есть музыка абсолютно всех направлений. От классики в современной обработке, цыганские, восточная, рок, и я все пытаюсь сочетать с костюмами. Вот, кстати говоря, героиня моей программы Ольга Спасенова выступает все время в очень своеобразных и интересных костюмах. Вот теперь давай о костюмах поговорим. Они действительно у тебя очень оригинальные, наверное, ни на кого не похожи. Это твой стиль определенный, пусть это жанр Востока или эстрада или еще что-то. Ты сама их шьешь или у тебя есть специальный дизайнер? Долгое время мне костюмы шил портной парень. Он в молодости был профессиональным танцовщиком. И вот у меня в голове рождается картинка, вот что я хочу. Вот я к нему приходила, а он это воплощал в жизни. Сейчас он переехал в Москву. Для меня это большая трагедия. Вот. Ну, нашла другого человека. Тем не менее, купить что-то редко получается, потому что маленький размер, маленькая, худенькая. Все-таки стараюсь шить, чтобы не было похожего. Как и любая девушка, обожаю сумки и обувь. Обувь, откуда ты такую берешь? Тоже шьют или ты где-то в эксклюзивных магазинах дорого-богато покупаешь? Многие интересуются во всех городах. Это не первый вопрос уже, где? Это секрет. Коммерческая тайна. Да что ж такое. Давай перейдем к скрипке, к твоему драгоценному инструменту. Дорого стоит? Тоже коммерческая тайна? Нет, она доступна. Сайты есть, можно найти, купить. Но для меня это очень дорогая вещь. Это моя подруга, я ее называю подруга, кормилица. Я очень бережно отношусь к своему инструменту. Я никому не даю скрипку в руки. Даже бывают мероприятия, рядом поставить, пофотографироваться, я не даю. Слушай, даже я боюсь тебя просить, потому что я даже не знаю, как ее правильно держать, честное слово. У тебя это очень хорошо, виртуозно получается. По поводу смычка. Ты сказала, что он из какого-то определенного материала. Расскажи. Все смычки разные. У меня смычок мастеровой. Ну, из чего? Что там такого особенного? Колодка дерева, трость, волос конский. Иногда бывает на мероприятиях, особенно дети очень сильно любят посмотреть, а что это такое, и подойти, так вот пощупать. Это лента или волос? Нет, это пучок волос, который специально натирается в канифоле, чтобы было сцепление с струной. Почему? А когда начинают волос трогать, он становится жирным. Соответственно, при игре, то есть он не цепляет. И такие провалы бывают. По поводу твоих гастролей. Ты уже много где побывала. Даже за много-много тысяч километров. Тот самый видеоролик, от которого я в восторге, который был где? В Доминикане. В Доминикане, который недавно. Вот, недавно. А в 2000 каком году в Черногории? В прошлом году. В прошлом году. В прошлом году я летала выступать в Черногорию. Я думала отдыхать. Это было выступление очень интересное, яркое. И была возможность снять демо, чтобы в памяти отложилась такая красота. Ничего себе. А в Доминикане? В Доминикану мы летали отдохнуть. И как-то вот у меня сразу сложилась картинка. Белый песок, пальмы, карибы и скрипка. И причем я же такой человек. Есть композиция. Я сразу в чем я буду выступать. Вот какой костюм. А собираясь в Доминикану, я уже знала, под какую композицию будет у меня клип. Я предлагаю отправиться прямо сейчас в Доминикану. Давайте посмотрим. Доминикане. Ты как часто, кстати, перемещаешься из города в город? Из страны в страну? У меня что ни день, то разный город. Здорово, вообще, как здорово. Скажи, ты, получается, выступаешь на абсолютно разного рода мероприятиях. Торжества, свадьбы, концерты какие-нибудь, да? Соответственно, ты уже как бы отпечаталась в памяти у людей. И как, тебя вспомнивали, кстати, с Ванессой Мэй? Неоднократно. В Брянске, как только я начала свою концертную деятельность, как только купила свою первую электроскрипку, мне назвали Ванесска. Подпольное прозвище. Есть такое, да. Ну, плюс внешние данные у меня про прадед, по отцу китаец. Вот оно что. Вот откуда вот эти интересные выразительные глаза. Да. Скажи, помимо известной личности Криса Паркера, можешь как-то перечислить еще каких-то известных известностей, извините за такие, с которыми ты работала на одной площадке? Буквально в прошлом году было мероприятие в Москве, где была Гулькина, Кайметов был. Больше все-таки пересекаешься с артистами нашей эстрады. В 80-х? И не только, в Москве. В Москве. В Москве тебя уже знают? Бываю. Стараюсь побольше выступать, чтобы знали. Я о всех твоих званиях, регалиях знаю или нет? Есть ли какие-то у тебя заслуженная артистка или еще что-нибудь? Пока еще не заслуженная. Как так? К этому я стремлюсь. Все еще впереди. Все к этому идет, мне так кажется. Все еще впереди. С учетом того, что у меня мама музыкант, когда она отдала мне музыкальную школу, она со мной очень много занималась. И со 2-го класса я уже летала по конкурсам. Скрипичным, профессиональным. В 10 лет у меня уже была первая губернаторская премия. И очень много конкурсов за спиной. Фестивали, разных мероприятий городского масштаба, областного. Очень много дипломов. Я хотела их привезти на самом деле. Но как открыла, я думаю, так вот разложить это все. Это будем до вечера их читать. Здесь братья она хотела привезти. Иногда бывают некоторые мероприятия, когда вот хотят, чтобы зачитывали все дипломы, регалии. Это слишком долго. Это слишком долго и не нужно. Нужно наслаждаться картинкой, которая есть. А если кому уж очень интересно, я могу предоставить в электронном виде. То есть, получается, мама – это твой самый главный зритель или критик? Критик очень сильный. Да. С самого детства. То есть, самый низкий балл – это был от мамы. Даже когда она была в жюри, бывали конкурсы. Самый низкий балл ставила она мне. То есть, с самого детства, как ты поездила по конкурсам, по фестивалям, так и до сих пор ты фестивалишь. Да. А как правильно тебя объявляют со сцены? Как объявить? Для вас выступает как? Эстрадное шоу «Скрипачка». Просто Ольга Спасенова? Да. Фамилию не будешь менять на сцене? Нет. Хорошо. Это уже… Это маленький секрет просто. Конечно. Да? Да. Это уже мой бренд. Согласна с тобой. Который менять я… Нет, не буду. Да и более того, я не могу этого не сказать. Город Орел тоже начинает узнавать и познавать эстрадную «Скрипачку» Ольгу Спасенову. Я думаю, что сейчас многие зрители, посмотрев программу, сказали, точно, мы ее видели. Мы ее не просто видели, мы ее слышали. Я долго ждала и наконец-то дождалась твоего участия в моей программе. Я безумно рада, что мы с тобой вообще познакомились когда-либо, опять же, на одной площадке, можно сказать. И спасибо тебе большое, что человек приехал из Брянска, чтобы принять участие в программе «Про лайф». Вот это моему восторгу нет предела. Я не буду тебя просить сейчас что-нибудь сыграть, потому что мы и так покажем. Плюс у тебя электроскрипка, правильно же называется? Я даже боюсь до нее дотронуться, до твоей подруги. Вот, спасибо тебе большое. И есть у меня постоянная рубрика в программе «Про лайф». Это фото на память. У нас, по-моему, с тобой нет ни одной фотографии. Прямо сейчас давай. Редактор субтитров А.Семкин